Ледовая арена окружной столицы стала центром внимания всех любителей хоккея нашего региона. Там стартовали окружные соревнования по хоккею с шайбой, закрытие сезона. За ледовыми баталиями наблюдал и наш спортивный корреспондент Дмитрий Марков. В очередной раз на льду встретились команды «Росомахи» и «Завод», чтобы подрить болельщикам массу эмоций и в честной борьбе определить, кто сильнее. Команда «Росомахи» с первого сбрасывания стала контролировать игру. Через пару минут игры распаковали ворота соперника. После первого периода счет на табло был 6-0 в пользу команды «Росомах». По словам капитана команды Алексея Рыбкина, игра у них больше тренировочная, и они могут задействовать всех игроков. В основном у нас состав ровный, то есть стабильный, самое главное. На воротах девчонка стоит, тоже молодец, ловит все, что, ну, молодец, старается. А как вы видите вообще ее составские данные? У нее все впереди, я думаю, у нее большое будущее на самом деле. А как давно она занимается вообще хоккеем? Она недавно на самом деле занимается, но уже за эти, за небольшое время она уже наверстала. И главное есть желание, а есть желание и будет все хорошо. Второй период начался с моментального гола ворота завода. За любимые команды пришли поболеть жители нашего округа. Один из них, Сергей Мохов, признается, что раньше тоже играл в хоккей в городе Ярославль. Я болею за Росомах, потому что там играет много моих друзей и коллег по работе. Рады за свою команду? Я вообще очень рад, что здесь у нас так развит хоккей. Рад за свою команду, рад за своих друзей, которые так здорово играют. Но я хочу, чтобы победил сильнейший, да, и кто больше тренируется, кто больше работает. Поэтому пусть победит сильнейший. В третьем периоде команда «Завод» все-таки смогла сократить разрыв в две шайбы. Но это не помешало команде «Росомахи» выйти победителями. В конце периода счет составлял 18-2. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».